В первом матче в наступившем году Северсталь принимала на своей площадке московская «Динамо». В первом периоде команду показали послепраздничный веселый хоккей с обилием голов. Череповчане забросили на одну шайбу больше. В двух последующих периодах Северсталь сумела свое минимальное преимущество отстоять и взять вверх. Итог встречи 4-3, первая победа череповецкой команды в 2011 году. Было всего два дня выходных. Нормально, хорошо отдохнули, встретили Новый год с новыми силами. Вошли в Новый год. Я еще и рад, что наши ребята забили такие важные, хорошие, красивые голы. И выстояли против очень сильного соперника. Следующим соперником в Северстале был аутсайдер чемпионата «Чеховский Витязь». В игре с подмосковной командой обязанности главного тренера Северстали исполнял Александр Сумернов. Дмитрий Квартальнов, а также директор клуба Анатолий Теницкий находится в отпуске до 15 января в связи с расследованием уголовного дела в отношении одного из менеджеров хоккейного клуба «Северсталь». Это не могло не сказаться на игре команды. Ну, я думаю, что, конечно. Первый период завершился в ничью 1-1. Команды по разу реализовали численное преимущество. А вот второй период оказался полностью за гостями. Они забросили 4 шайбы, на которые «Северсталь» ответила только одним голом Алексея Цветкова. В третьем периоде «Витязь» довершили разгром, забив еще дважды. В итоге поражение «Северстали» со счетом 2-7. Хочу, конечно, извиниться перед нашими болельщиками за сегодняшнюю игру. Я думаю, матч с «Динамо» нас отобрал очень много и физических, и эмоциональных сил. Поэтому сегодня, к сожалению, допустили очень много ошибок в обороне. Тем временем соперники набирают очки и сместили «Северсталь» с третьей на пятую строку таблицы западной конференции. 12 января червовецкая команда сыграет в Москве с ЦСКА.